Почему он допускает такое, что в Славянске гибнут дети? Ну и что? Мало ли где они гибнут? Вы вообще в курсе, что в мире, я не знаю, каждую минуту, наверное, умирает какой-нибудь ребенок от голода? При чем тут Славянск, Украина? И каждый день. Мы не задумывались, пока рядом с нами не начали снаряды падать, пока нам по телевизору с утра до вечера не показывают про гуманитарную катастрофу на Украине. Мы жили себе, не тужили и совершенно спокойно. А в Африке в это время дети от голода пухнут. Вы что, об этом не знали? И это не Бог делает, это мы делаем. Поэтому здесь претензии не к Нему. Почему Он допускает? Претензии не к Нему, а к нам. А мы-то почему допускаем? И еще, знаете, Господь не вмешивается в наши дела без нашего на то согласия. И поэтому, когда мы молимся, почему мы должны молиться? Почему мы в молитвах призываем Его? «Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли». Вот эти слова мы говорим. Мы не просто их провозглашаем, а мы Его призываем. «Да будет воля Твоя. Приди и вселись о ныне и очистены от всяких скверн». То есть мы приглашаем Его, чтобы Он вмешался в нашу жизнь. Мы таким образом даем Его возможность действовать без насилия над нашей свободой. Чтобы Он не насиловал нашу свободу, не вмешивался, по-своему тут все расставлял, как ему нравится, а чтобы мы позволили Ему это сделать. Если мы это действительно искренне позволяем, Он это делает. Если мы только на словах или вообще, мы сами с усами, не вмешивайтесь, мы тут сами знаем, что нам надо, а Вы вообще не ограничивайте, пожалуйста, нашу свободу. Удалитесь, пожалуйста, на приличное расстояние. Не мешайте нам, мы сами разберемся. Нечего нам указывать, что нам нужно, что не нужно. И тогда начинаются и голод, и болезни, и войны, и все ужасы, и семейные трагедии, и все остальное. Потому что мы в себе тоже несем начатки этого зла. Мир во зле лежит, об этом уже говорили. Это не означает, что он весь лежит, а мы тут такие пушистые. Мы тоже часть этого мира. Этот мир в нас тоже присутствует. И зерно этого тления, зерно греха, оно есть в каждом из нас. Поэтому, если мы без Бога начинаем действовать, до чего хорошего мы можем дойти. Да ни до чего мы не дойдем. Нам обязательно нужно с Божьей помощью как-то стараться. Поэтому и молитва, поэтому и пост, поэтому мы и в храм обращаемся, и все остальное, вся наша аскетика православная отсюда. Вот так вот. Так что славянский гимн, дети, конечно, это ужасно, трагедия, но это не Господь это делает. А он этого попустил, но попустил для чего? Не он это начал, это люди начали. Причем, может быть, он это, знаете, тысячу раз не попускал. Может быть, миллион раз не попускал, но на миллион первый раз попустил. И мы не видели ни разу. Вот мы вставали с вами утром, до того, как начали рваться бомбы, и не говорили, Боже, благодарю Тебя, что на Украине мир, и что в России мир, и что люди не воюют друг другом. Мы не говорили этого. Мы не находили нужным за это благодарить, потому что считали это само собой. А может быть, он сдерживал уже много-много раз и не попускал, но в этот раз попустил. И вот то, что он попустил, мы увидели, а то, как он не попускал, мы этого не видели. Мы думали, что это само собой было. Ах! そう… Что tanto… Cuavier… Стоит Fimo. Хох? udено. Каждая.